Ряд юридических аспектов после присоединения поселка Харп рассмотрели депутаты. Накануне работали постоянные думские комиссии. Подробности расскажет Альмира Новоселова. Впервые представители Лабытнанской администрации предложили депутатам рассмотреть изменения в ранее принятый бюджет поселка Харп. На следующие пару лет предполагается, что он будет бездефицитным, но на 2021 пока прогнозируется нехватка 25 миллионов рублей. Деньги будут перераспределены в бюджет Лабытнанги, но расходоваться будут на нужды поселка. Расходы прогнозируются на 218 миллионов рублей. Перераспределение и увеличение расходов бюджета на 2021 год в основном направлено на осуществление выплат в связи с выходом на пенсию, передачу бюджетных ассигнований из бюджета поселка Харп в бюджет города Лабытнанги, обеспечение мероприятий, связанных с благоустройством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог, уборкой территории, устройством контейнерных площадок, поставкой остановочных павильонов. В связи с присоединением Харпа изменится количество избирательных участков, соответственно и количество избирательных округов. Сейчас в Лабытнанге четыре многомандатных округа, каждый представляет такое же количество депутатов. Теперь добавляется еще один избирательный округ и еще четыре мандата. На следующих выборах в представительный орган местного самоуправления предполагается голосование уже за 20 депутатов. Чтобы, знаете, не нарушать в целом схему общую, которая уже сложилась, избирательные участки оставили в принципе в основном в прежних границах, и тогда получается избирательная округа, вот количество, так скажем, избирателей, проживающих в этом округе, этому соответствует. В среду состоится заседание городской думы, где по всем вопросам будут приняты решения. Альмира Новоселова, Эдуард Захаров, программа «Время местное».